Хочу предложить для вас, братья и сестры, короткое слово в заключении нашего собрания. И в основном мы возьмем несколько стихов. Это будет книга Откровения, 22 глава. Откройте книгу Откровения, 22 глава, и прочитаем с вами 10, 11 и 12 стих. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный, да творит правду еще, и святой, да освящается еще, все гряду скоро, и возьмите мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Я хочу, чтобы мы с вами сегодня немножко просуждали именно о святости. Смотрите, святой да освящается еще. Кто такой святой человек? Абсолютно безгрешный. Апостол Павел, он не раз обращался к верующим в церквях, и он говорил, обращаясь к ним, он говорил святым, да? Наверное, наиболее вот такой понятный пример для нас, это когда мы открываем с вами послание к коринфянам, апостол Павел обращается к этой церкви, и он говорит, обращается к ним как к святым. А дальше мы увидим перечисление всех тех грехов, которые присущи, и тех моментов, которые необходимы именно для церкви в Коринфе исправить, о чем говорил апостол Павел. И мы говорим, что святой – это не абсолютно безгрешный, да? А святой – это именно отделенный, принадлежащий Богу. Отделенный, принадлежащий Богу. И смотрите, о чем здесь нам говорится в книге Откровения, что мы прочитали с вами святой, да свящается еще. В нашей жизни должны присутствовать моменты, когда мы с вами все более и более принадлежим Господу. Меньше и меньше остается сфер или моментов в нашей жизни, которые мы оставляем себе, а более и более мы посвящены Господу или отдаем именно для Него, отделенные для Господа. Знаете, я хочу, чтобы мы с вами еще немножко просмотрели с вами. Мы говорим, что Бог свят, абсолютная святость, да? И есть вещи, которые для Господа, они тоже святы, что мы с вами не должны забывать, потому что так случается, что иногда в нашей христианской жизни мы ко многому привыкаем, и вещи, которые для Господа святы, они перестают быть святыми именно для нас. Я хочу, чтобы мы с вами порассуждали и, опять же, посмотрели с вами вот первый момент, да, что для Господа свято, и что мы с вами должны отделить именно для Господа. И это первый текст, который я хочу прочитать. Это будет книга Исход. Это те заповеди, которые оставляет Господь для народа израильского. И там есть одна из этих заповедей, говорит, смотрите, помни день субботний, чтобы светить его. «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вона никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». Господь говорит, есть день, который для Него свят. Мы не говорим сегодня именно о том, что это именно суббота. Нет. Есть день, о котором мы говорим. Для нас это сегодня день воскресения, который для Господа именно свят. Бог осветил его. И важность этого дня, она пронизана именно через все страницы Священного Писания, когда мы открываем книгу пророка Исаии, мы перечислим, мы смотрим, есть такая 58-я глава книги пророка Исаии, где очень много Господь обращается, и Он говорит о днеугодном Господу. Он говорит о посте и о днеугодном Господу. И мы, наверное, когда читаем эти тексты, мы понимаем, что же должен быть обусловлен, или что для меня, какое значение для меня, является именно вот воскресенье, день, который осветил именно Господь. Особое именно время для Господа. И вы смотрите, это, наверное, не тот день, когда мы с вами, чем мы с вами очень часто, наверное, что присуще для нас, да? Воскресный день, иногда нам хочется поспать, да? Мы очень часто после утрешнего собрания просто, говорит, вот трудовой день, трудовая неделя закончена, воскресный день, утрешнее собрание прошло, И мы часто, как правило, иногда спим, да? Но Господь говорит, нет, вот тот день, который я отделил, который я определил для того, чтобы вы светили его, он должен быть наполнен именно божественным смыслом. Смотрите, 58 глава книги пророка Исаии. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. И Он говорит о тех делах, которые присущи для нас. Он говорит, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных, веди в дом, когда увидишь нагово, одень его. И от единокровного твоего не укрывайся, тогда откроется, как заря, свет твой и исцеление твое. Скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя божественным смыслом. Он говорит, должен быть наполнен именно этот день. Это тот день, когда ты должен иметь особую близость со мной. Это тот день, когда твоя вера, она будет проявлена именно в делах. Мы не станем даже комментировать именно вот эти тексты, потому что для нас они понятны. Что из себя представляет именно этот день, воскресный день, когда я должен его отделить именно для Господа. Поэтому пусть Господь благословит нас. Мы опять же читаем в книге Библии, что храм Божий, он также является святым. Храм, который построил Соломон, он был преемником именно скиний, который такой палатки, которая была для евреев. И вот сами названия даже говорили, что это за особенное место. Вот смотрите, в храме, в скинье было место святое и святое святых. И для них, для вот этих особенных мест было особенное служение, которое должен был совершать именно священник. И они влияли именно на жизнь евреев. Храм – это было то место, в которое люди приходили для того, чтобы получить от Бога прощение и благословение. И в момент посвящения эти места из Кения и храм, они наполнялись славой. Вы помните, когда Соломон освящал храм, это место, этот храм, он наполнится славой Господней. И так Бог показывал, что Он отделил их на особое служение. Хотя, как мы говорим, скинье – это была просто палатка. Но это была палатка, которая была отделена или посвящена. Было то место, куда приходили евреи и приносили свой груз. Мы понимаем, что все то, что было в храме, оно опять же было посвящено Господу. И Господь Бог, Он Бог ревнитель, Он внимательно следил за тем, какое отношение. Евреи имели к всему тому, что находится именно в храме. Мы с вами должны понимать, точно как мы должны понимать, что для Господа свят Его день, когда мы приходим на служение Господу, когда мы отделяем Его и не занимаемся какими-то делами, может быть, но отделяем Его на служение Господу, что мы должны понимать, что для Господа храм – дом молитвы, то место, в котором мы с вами находимся, он свят, что мы имели правильное отношение именно к дому молитвы, к храму. И когда люди, помните, даже еще в Ветхом Завете, когда они шли в храм, для них уже сам поход в храм, они находились в таком предвкушении, предвкушении того, что они скоро будут предстоять пред лицом Господним. Они это понимали, они это чувствовали внутри себя, и они желали быть именно в храме, в доме молитвы, где присутствует именно Господь. Это было особое благоговение, это был восторг. Для нас, братья и сестры, это тоже должно быть особенным моментом, когда я прихожу в дом молитвы для того, чтобы иметь близость с Господом. И мы должны задавать сами себе вопрос, с каким духом я прихожу пред лицом Господним, с каким сердцем я предхожу. Иду ли я с предвкушением того, что именно здесь я буду иметь близость с Господом, я буду иметь отношение с живым и праведным Богом? Или, может быть, я буду находиться в доме молитвы в состоянии, как говорит апостол Павел, когда он говорил о причастии в послании к коринфянам, он говорит, кто будет принимать хлеб или участвовать в части, недостойно, виновен будет. Почему виновен? Почему недостойно? Потому что он не думает, не вникает, не рассуждает, что происходит. Для него это просто обыденность. Поэтому, братья и сестры, когда мы находимся с вами в молитвенном доме, мы не должны забывать, что это место свято пред Господом. И вход в божественную святость, он происходит не от того, что я просто зашел в молитвенный дом. Нет, от того, что я приготовил свое сердце к тому, что будет говорить мне Господь, о чем будет Он мне сегодня напоминать через уста братьев, проповедующих Евангелие, через хористов, через стихотворение. Это все, что происходит здесь, в доме молитвы, оно несет для нас благословение. Именно здесь я должен это ощущать и понимать. Лишь для этого я иду в дом молитвы, чтобы иметь связь с небом. Абсолютно ни для чего другого. Может быть, здесь, может быть, мои друзья, может, кто-то будет участвовать, может быть, мои дети будут участвовать в служении. Я просто пришел для того, чтобы послушать. В последнее время сложно даже говорить об этом или напоминать. Складывается такое иногда впечатление, что действительно нет понимания того, что даже мое участие пред Господом – это особое время, когда я могу посвятить себя на служение Господу. Это не работа, братья и сестры. Это именно то, когда я прихожу для того, чтобы через песнопение, через проповедь Евангелия, через молитву соединиться с Господом. Господь свят. Это место святое. И то служение, которое мы совершаем, оно пред лицом Господнем, оно святое. Как все то, что находится здесь, в Доме молитвы, очень быстро, вот, ну, оно все как-то тает. Все как-то, вот, именно ощущение того, что даже все, что находится в Доме молитвы, оно свято, оно пренебрегает такую очень маленькую составляющую, братья и сестры. Поэтому давайте будем внимательно. Любой сборник, который находится здесь, в Доме молитвы, это все отделено на служение Господу, чтобы мы должны вот с таким страхом и трепетом ко всему относиться. Поэтому пусть Господь поможет нам в этом. Относитесь бережно к церкви. Бережно к церкви. Относиться бережно к церкви. Мы читаем еще в Новом Завете, что это мы, это собрание святых. Чтобы мы с вами, опять же, относились бережно к братьям и сестрам. Чтобы мы не судили, не пересуживали, не говорили неправды друг на друга. Все это очень важно. Берегите каждого. Говорит Священное Писание, чтобы мы относились с любовью друг к другу. Это часть Божьей святыни. Относиться с любовью к церкви. Бог, когда вернется, Он вернется именно за церковью. Мы должны это понимать. И мы должны это ощущать в своей жизни. Потому что для Него это невеста. Он ее осветил. Он ее обновил. Он ее призвал. И мы с вами должны это понимать. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы действительно в нашей жизни могли понимать, что Господь свят. Господь свят. Он отделил день. Он дал день покоя для нас. Чтобы мы не занимались какими-то делами. Может быть, ненужными, пустыми. Может быть, празднопроводящими время. Нет. Но для того, чтобы мы могли прийти в Дом молитвы, для того, чтобы мы могли соединиться с Ним, приготовить свое сердце к слышанию, для того, чтобы явить дела. Дела именно доброты. Вы знаете, в последнее время, наверное, вот такие вот время массовых евангелизаций, оно, как мы говорим, наверное, уходит на задний план, да? Больше, как бы, или более актуальным становится евангелизация, когда мы протягиваем руку помощи, когда неверующие люди с нашей стороны, они видят какое-то участие в их жизни. И это располагает их сердце к слышанию. Лишь тогда можно заевангелизировать или сказать что-то об Иисусе Христе, когда Ты явил доброту. Поэтому и учить священное писание. Вот поэтому Господь и обращается, это я уже повторяюсь, чтобы мы с вами могли понять, вот через пророка Исаия, он открывает, он говорит, ну вот, что необходимо для вас. Вы можете приходить, вы можете поститься, я определил для вас день, но самое главное, что вы должны делать, вы должны все развязать в своей жизни, явить миру именно послушание Господу, явить миру именно вот эту доброту. И тогда вот эта связь с небом, она будет восстановлена. Я благословлю вас, когда вы приходите в дом молитвы, чтобы мы понимали, что это место Господь отделил, Он осветил. Мы посвятили его когда-то на служение Господу. Все, что здесь находится, оно святое. И служение, которое происходит, чтобы мы не относились к этому легкомысленно, но чтобы мы понимали, что вот это время, короткое время, не так и много, два часа, чтобы мы находились здесь, и мы должны понимать, пока идет служение, я не могу заниматься чем-либо, лишь только тем, чтобы посвятить свое сердце для того, чтобы иметь близость с Господом и прославить нашего Господа. Поэтому пусть Господь поможет нам, пусть Господь благословит нас, чтобы мы все это помнили и приложили это к служению.